Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф, обсудим очередной видеоролик ТОП опасных для жизни городов Германии. Украинка просто сбежала. Анька здоровается, да, привет, привет. И я рада, что вы якобы заглянули на мой канал, ну или на наш канал, так и непонятно. А что интересно и непонятно? Канал твой сама кричала, когда в Украине была, что ты со своего канала на губы себе заработала. Твой же канал на тебя зарегистрирован. В чем проблемы? В чем проблемы? Наш, мой. Нельзя зарегистрировать канал на двух человек. Это уж по совести. Ну и, значит, в чем? В чем непонятно? Дальше, говорит, погода классная. Съездила там, купила себе шматья. Ну, понятное дело, деньги получила на ютубе и прикупила. Здесь тоже все понятно. И, значит, кофточка, вот футболочка беленькая. Хотела светленькую, да, и купила еще одну футболочку. Ну и такое еще бюстгалтеры, там еще носочки. Ну и дальше, как говорится, ребят, снимать не о чем, поговорить не о чем, показать нечего. И поэтому Анька решила опять рассказать очередную историю из Инстаграм. Листала ленту, да, ну а что ты еще можешь делать? Ленту листать, в игру играть, не спать до четырех или до скольки ты там не спишь, по магазинам ходить. Да, есть. И, значит, в ленте она там нашла какую-то девушку, да, украинку, которая, значит, поехала во Франкфурт. И потом она рассказывала о своих впечатлениях. Ну и Анька решила своим зрителям это рассказать. И она вот планировала остаться якобы там надольше, на три дня, но чуть ли не в тот же день и уехала. Ей было страшно, у нее там никого не было. И посмотрите, как интересно, да, отсутствие Настики и название видеоролика. Украинка просто сбежала. Это вот специально, специально Анька выискивала такую историю, да, чтобы можно было бы сопоставить с Настикой. Кстати, отмечу сразу, настроение нет у Ани абсолютно никакого. По глазам видно, что прям, ну вот вообще от слова совсем. Просто у нее упадок сил, упадок настроение. Она не знает, что говорить, она не знает, что показывать. И поэтому вот приходится, приходится что-то читать, что-то мудрить, что-то говорить, лишь бы только видосы пилить. Ну и дальше, значит, она говорит, что эта девушка там на три дня забронировала квартиру, где-то там возле вокзала. И это была главная ошибка. И вот она там походила, потом спряталась в квартире, как посмотрела, что там творится, какие ужасы там творятся. Она тут же забронировала, купила, вернее, билет себе, отменила бронь. Интересно, как она в квартире сидела и бронь отменила. Что-то, Анька, ты путаешься в показаниях, путаешься. Если она сидела в квартире, то она уже должна оплатить эту квартиру. А бронь, как бронь? Или сутки оплатила, а бронь на два дня? Ну, если так, то да. И решила, Анька, найти топ 5 или 10 опасных для жизни городов в Германии. Ну, в общем-то, что указано в названии. И что смешно, вот кому это интересно, скажите, ребят? Ну, вот кому это нужно? Самой Аньке, наверное, нужно было. Или она сидела, думала, 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 думала. А думалка-то не думает, думалка-то не работает. Вот и надумала про какие-то опасные города Германии говорить. И вот прикиньте, ребят, она это все говорит, как против Германии. Сидя в Германии, получая пособие и говорить про какую-то опасность, про опасные, плохие города в Германии. Ну, рассказала бы лучше про опасные города в Украине. Ну, ты же украинка. Чего выискивать какую-то информацию в интернете, если сама не знаешь, лично не сталкивалась? Вот мне, правда, интересно. Ну, и заговорила она первое про Берлин, опасный город для жизни. Что и грязно там, прям грязно. Она общалась с людьми, которые из Берлина. И людей там психически больных, полным-полно, да, неадекватных. И вообще, да, это страшный-страшный город. Ну, даже если Берлин на таком прям первом опасном месте, Анька хочет туда поехать и посмотреть. Ну, правда, она поправилась. Сказала, что мы хотим поехать и посмотреть. Хотя в начале видеоролика сказала непонятно, мой или наш. Так кто хочет поехать, ты или мы? Ну, и говорит Марине, очень этот город понравился. Это якобы чуть ли не любимый город в Германии. Ну, раз Марине понравился, значит, обязательно Аньке надо туда поехать. Ну, конечно же, с Настикой, конечно же, с Настикой. Настика сидит тебе за кадром и в вуз не дует. Ну, и дальше она там начала зачитывать города, опасные ещё для жизни. Опять же, повторюсь, зачем это кому нужно. Ну, понятное дело, что нам это не нужно, а Аньке нужно. Ей что-то надо записывать и что-то говорить. Ну, и дальше Анька просит. Расскажите, говорит, кто из этих перечисленных городов? Неужели и правда всё у вас там так страшно? Ну, ей-то мы написали в комментарии, что перестаньте смотреть страшилки из постсоветского пространства и себя накручивать. Если бы эта блогерша была умной, она бы посмотрела заранее в интернете, какие районы не стоит посещать или там жить. В любом крупном городе в мире есть неблагоприятные районы. Франкфурт на Майне является финансовым центром Германии. Там расположены филиалы более двух разных кредитных институтов. Национальных и интернациональных. Так что прям уж таким страшным и ужасным местом он явно не является. Просто нужно быть умнее. Заранее планировать поездки, выяснять что-то о городе, куда едешь. То же самое относится и к другим городам. И вот, знаете, золотые слова. Как можно так планировать поездку, чтобы, ну, в принципе, ничего не знать о городе, где можно останавливаться, где нельзя останавливаться. Но я думаю, что у Аньки это просто поболтать лишь бы. Бла-бла-бла. Дальше про какую-то свою подружку она рассказывает Таню. Говорит, вы у меня ее видели на канале, которая там в другой город там собирается переезжать. Вот скажите, разве это контент? Это не контент. Это просто от нечего делать. Села поговорить лишь бы что. Да, сама с собой. Ну и дальше она сказала, что это Таня собирается в начале июля приехать в гости. Но посмотрим, посмотрим. Потому что, говорит, я и сама не знаю, что будет и как что будет. Да. Интересно, правда? Сама Аня не знает, что и как будет. Какая будет жизнь? В Германии или не в Германии? В общем, что-то девки скрывают. Да. И больно уж очень Аня расстроена. Ань, а что случилось-то? Что произошло? Погода, говорит, за окном просто восхитительная. Да, уже второй раз 28 градусов. Да, жара наконец-таки пришла. Теперь Аня будет стонать, что ей жарко. В принципе, она уже стонала. Ну, футболок купила. Чё, не спаришься, Анька. Говорит, всё поменялось. Надо было одно делать, потом пришлось другое делать. Ну вот, записала видео и надо идти, надо идти, но я ещё включусь. Вот что к чему? Ну, знаете, не контент, а фиг чего из боку бантик, как я люблю говорить. Дальше Аня показала бальзам, который она купила себе всего лишь за 2 евро. Удивительно, Аня только, наверное, губы красит, больше вообще не красится. Ну, наверное, из-за того, что она их накачала, она теперь ещё бальзамом и красит их. Ну, потому что я больше не видела, чтобы она какую-то косметику покупала. Дальше показала очки, какие она себе прикупила. Она уже снимает себя и где-то там идёт. Ну и говорит, ребата, я заряжаюсь витамином D. Не устану это говорить, да, что погода замечательная, прям замечательная. Ну, долго ли ты будешь говорить про замечательную погоду? Уже разочек постонала, что жарко. Думаю, что скоро начнутся стоны очередные про жару. То холод, то жара, всё не так и всё не эдак. Ну и дальше говорит Аня, что планировали отмечать день рождения у Марины, но все планы рухнули, и поэтому всё это отложилось на 2 дня. И говорит, завтра мы будем якобы мясо мариновать. И вот вы слышали, что Марина говорит, что якобы меня не снимаете. Она не против, и не надо тут говорить, что мы заставляем Марину сниматься. Интересно, где это, кто это говорил, что Марину кто-то заставляет сниматься? У вас, собственно, все не против сниматься. Только потом каким-то чудным образом все становятся вам врагами. Ну и в конце развизжалась, развизжалась прям капец как. Да, велосипедисты не соблюдают правила, чуть не сбила машина. И Анька разоралась прям на всю улицу. Ну и дальше Анька сказала, ну всё, короче, буду идти дальше, буду идти дальше. Спасибо за просмотр, комментарии, что комментировать, что смотреть, что она рассказала интересного. Города прочитала, да, в интернете, опасные в Германии. Всё, очки показала, блеск показала. Надо было уже тогда Анькой лифчики показывать. Ты ж похвасталась, что купила там по мелочи, всего по чуть-чуть. А показала всего лишь только блеск, даже футболку на себе не показала. Ну, так, сверху чуть-чуть. Ну, ты же себя в полный рост не показываешь. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.